вот в советской школе мальчик с фамилией юргенс не самый распространенный испытывал какие-то проблемы первые два класса когда я учился в обычной школе до могу сказать что да и и юргенс и тогда еще очки и всякое такое это да не некая отчужденность было но затем родители нашли в москве не так далеко от нас так называемую спецшколу 20 спецшкола и меня туда перевели из третьего класса я окунулась несколько другую среду и 20 спецшкола она была известна москве тем что ну там учились немножко более так сказать продвинутые дети но и в том числе имена на пионер вожатом моего класса был никита михалков например да вот в параллельном классе училась внучка ленина да со мной учились внуки там микоянов т.д. стас микоян стас намин тоже там учился все-таки там пара поэтому там сразу все смикшировалась и никакого юргенс не юргенс это сам я хочу вам сказать абсолютно откровенно и честно до событий в ближневосточных это тогда уже когда я был серьезно в институте а соответственно вот того облома я бы так сказал советско еврейского да то есть ближневосточные события закрытие для евреев неких институтов и начало эмиграции и обострение вот этого значит бытового антисемитизма негосударственного может быть но бытового точно я не знал что такой национальности слава богу вот даже того стреляя с третьего класса я слышал от отца всякие истории да то что его спасли во время войны то что в политотдел вызвали сказали с такой фамилией я боюсь дальше будет трудно тебе поскольку мы тебя уважаем суждаем эти спрячем на северный флот и его туда значит на северный флот в конвой сопровождение конвоев а там уже в общем насколько я понимаю по его рассказам понимал вот этот дух как бы это сказать смерша он был намного менее острый выраженный да поэтому в нашей семье тот факт что юргенс это не иванов присутствовал но скорее комедийно то что каждый раз telegram приносили то юрча нету юрченко и так далее просто ну вот не совсем наши новых нормальные люди поэтому от тем а так как они оба из баку а в баку каждый двор был 26 национальности минимум и все они приезжали надо к нам в москву и так далее то армяне азербайджанцы в то время совершенно грузины евреи русские и вот люди с фамилии юргенс они все так сказать были людьми и друзьями и повторяю до вот этого ближневосточного кризиса когда многие из друзей начинали говорить слушая вот институт не поступлю или меня исключат или так далее вот до этого момента я не ощущал что у нас есть вот этот аспект национально-этнический во-первых я впечатлен тем какая работа была проделана по поиску информации бэкграунд который был создан для начала беседы впечатляет и до из характера вопросов и способ их доведения до интервью ровного не очень понравится